Добрый день, дорогие друзья! В преддверии новогодних праздников мы все становимся чуточку более романтичными и суеверными. Конечно, мы уже не верим в Деда Мороза и письма счастья, но иногда зарождается надежда, что чудеса все-таки случаются и не всегда под Новый год. Как бы в подтверждение этих слов судьба легендарного вокально-инструментального ансамбля Добрый Молодцы, который был основан в 1965 году. По сути, его основали четыре друга, жившие в соседних домах. Поначалу группа называлась Авангард. Сложность была с приобретением музыкальных инструментов, и когда все-таки комплект музыкальных инструментов был готов, группа начала свою деятельность. Очень сильно увлекались джазом. Первые несколько лет слушали, записывали, сами играли джаз. После увлеклись легендарной группой Битлз. Приобретали музыкальные инструменты. Даже бас-гитаристу Добрых Молодцев удалось раздобыть гитару, такой же, как у Пола Маккартни. Учились играть тоже самостоятельно. Очень помогла предыдущая джазовая музыкальная основа. Не было абсолютно никаких учебников и самоучителей. Ведь новая музыкальная эпоха, связанная с гитарной ансамблевой музыкой, только зарождалась. Обзаведясь инструментами, стали собирать и готовить звуковую аппаратуру. Помогли студенты из Ленинградского электротехнического института связи. В 1965 году репертуар ансамбля полностью состоял из западной музыки. Именно в это время группа начала постоянно выступать на площадках, кафе, молодежных клубах и институтах Ленинграда. После новогодних выступлений 1966 года к названию «Авангард» добавили и определяющие цифры наступившего года – 66. И утвердили новое название группы «Авангард-66». Уже полюбившуюся на тот момент группу приглашают работать в Донецкую филармонию. И вскоре у ансамбля появляется новое название «Добрый молодцы». Буквально вскоре в жизни группы происходит первая счастливая случайность. На одном из концертов в Донецке присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который сказал теплые слова в адрес группы, что было весьма удивительно. Но тем не менее, видимо, генсек был в хорошем состоянии. Это добавило группе жизни радостности, уверенности в том, что они делают и все делают правильно. «Колеса диктуют вагонные, где срочно увидятся нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Позже в Москве группа попадает на популярную в то время молодежную радиостанцию «Юность», где было большое интервью и звучали песни коллектива. Затем музыканты по эстафете попали на телевидение. И, пожалуй, самое значимое в череде счастливых случайностей стало московское событие выступления в Центральном доме работников искусства. После того, как группа закончила исполнять очередную композицию, на сцену неспеша поднялся пожилой мужчина. Как выяснилось, это был Леонид Утесов. В руках он держал блюдечко, на котором были значки с символикой Центрального дома работников культуры и искусства. Он каждому из музыкантов пожал руку, вручил этот значок. И я абсолютно уверена, что все участники этой незабываемой встречи хранят памятный значок по сей день. «Когда уйдем со школьного двора, под звуки нескореющего пальца, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, тогда уйдем со школьного двора». Начало 70-х годов – период наивысшей популярности вокально-инструментального ансамбля «Добрый молодцы». Благодаря песням Антонова, сотрудничеству с Давидом Тухмановым, а также оригинальными обработками русских народных песней. Ансамбль постоянно собирал полные концертные залы и дворцы спорта. А в 1994 году «Добрые молодцы» были единственным вокально-инструментальным ансамблем в нашей стране, выступавшим на концертных площадках. Они были первыми, кто стал возрождать утерянный пласт нашей культуры, вернул народу его любимые песни 70-х годов. ПЕСНЯ 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 А я напоминаю, что в киноконцертном зале «Панорама» можно посмотреть замечательные фильмы. Новое волшебное приключение «Энканта» расскажет историю удивительной семьи мадригалов, живущих в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием «Энканта». Каждого ребенка в семье мадригалов магия этого места благословила уникальным даром – от суперсилы до способности исцелять. Увы, но магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия «Энканта» находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи. И так не пропустите «Энканта» в киноконцертном зале «Панорама». Также в прокат вышли охотники за привидениями, наследники Джейсона Райтмана, переосмысляющие легендарную франшизу с помощью современных спецэффектов и школьников в главных ролях. Лен Тару рассказывает, чем обернулась новая попытка погони за призраками голливудского кино 80-х. Мать-одиночка Келли живет в Нью-Йорке с детьми. Ну, то есть как живет? Скорее всего, сводит концы с концами. Когда денег перестает хватать даже на оплату квартиры, семейство грузит пожитки в автомобиль и отправляется в Оклахому на ферму, оставшуюся в наследство после смерти отца Келли, давным-давно отдалившегося от родных и при жизни имевшего репутацию сумасшедшего. Что же будет происходить дальше, можно увидеть в киноконцертном зале «Панорама». Заходите на наш сайт, следите за нашими анонсами, будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова